В этом видео мы поговорим с вами о словах to and enough и научимся правильно их употреблять в предложении. Слово to переводится как слишком, а слово enough как достаточно. Оба эти слова могут употреблять with adjectives с такими словами, как big, small, beautiful, nice, со словами, которые отвечают на вопрос какой, какая, какие. И в этом случае они будут стоять before, перед этим словом. Например, he is too big, он слишком большой. He is too young, he is too smart, он слишком умён. А слово enough будет стоять after adjectives, после прилагательных. Например, he is big enough. Or, he is young enough. He is smart enough. Ещё раз. To будет стоять before adjectives, too big. А enough будет стоять after, smart enough. Фраза too much, после too, также может стоять much, слишком много. Может быть использована с действиями, с глаголами. В этом случае данная фраза будет стоять after the verb, после действия. Например, he knows, он знает too much, слишком много. И enough также может употребляться с глаголами, с действиями и также будет стоять после действия. К примеру, he knows enough. Фразу too, также можно встретить сочетание too many. И дальше будет идти предмет или человек. Существительное. Оно может быть countable, исчисляемое. То есть, те предметы, люди, которых мы можем посчитать. К примеру, there are too many people. Слишком много людей. People мы можем посчитать, поэтому слово many. Too many. И опять же, фраза too many стоит перед словом people. Enough также можно встретить перед предметами людьми, перед существительными. There are enough people. И фраза enough может употребляться with countable nouns. С теми предметами людьми, которые мы можем посчитать. Если у нас неисчисляемое существительное, то есть, какие-то предметы, вещи, которые мы не можем посчитать, мы используем too much. И дальше то слово, которое мы не можем посчитать, тот предмет. Например, he spent too much money. Money. Uncountable неисчисляемое, поэтому much. Or he spent too much time. А слово enough не меняется. Мы употребляем enough with countable nouns. С теми людьми предметами, которые мы можем посчитать. And with uncountable. С вещами, которые мы посчитать не можем. I have enough money. I have enough time. Enough также можно встретить in negative sentences, в отрицательных предложениях. Например, sorry, I don't have enough time. У меня нету достаточно времени. You haven't studied enough. Ты не учился достаточно. И поскольку мы с вами говорим о too many, too much, давайте выучим две новые фразы с похожим значением. Кто знает, просто повторим. Одна такая фраза, one too many, переводится как слишком много. Например, I've seen it one too many times. Я это видел слишком много раз. I think you've seen one too many horror movies. И эту фразу можно услышать, к примеру, у Барри. I think you've had one too many. Which means, человек перебрал. Вторая фраза звучит как above and beyond. Если вы услышите. You've gone above and beyond. Which means, you've done more than enough. Ты превзошел самого себя. Субтитры сделал DimaTorzok